Добрый день, приветствую вас. Мы сегодня будем под моей картиной «Берегиня». Это очень важно сегодня, беречь ваше здоровье. Все пишут с пожеланиями о вашем здоровье, все волнуются. Ну, среди волнительных вопросов есть вопросы, как вам помочь, куда перечислить денежку на карточку. Может быть, вам денежка какая-то поможет, хотя бы так помочь ее. Так что я предлагаю вам карту, как в прошлый раз мы делали, чтобы разрешили вашу, поставили и получаете там на лекарства, на еду, на что вы нуждаетесь. И вот вопрос еще один. Добрый день, Игорь Николаевич, меня зовут Алексей из Украины. Смотрю ваши видео, полностью согласен с вами, что начальники – это дерьмо собачье, которое тормозит развитие человечества, и оно должно быть ликвидировано. Но вопрос у меня технический. Вы часто в своих выступлениях говорите, что человечество познало все типы взаимодействия, и что дальше нужно познавать иррациональную область. Но сейчас уже существуют болезни, которые ЧС и не научилось лечить – онкология, СПИД и так далее. Даже нет технологий, которые позволяют продлить жизнь человека хотя бы до 150 лет. Умирают даже миллиардеры. Нет технологий, которые позволяли бы выращивать и транспортировать человеческие органы. То есть, наверное, все-таки не все познано человечеству в наше время. Есть еще варианты для многих открытий. Как вы считаете, или все-таки биология и медицина относятся к иррациональным областям? Ситуация заключается в том, что надо очень четко понимать одно обстоятельство. Что жизнь в материальном мире – это всего лишь фрагмент существования разума. Если бы, например, все сводилось просто к жизни в материальном мире и, соответственно, борьбе за продолжительность этой жизни, тогда бы были правы те, кто проповедует иудейскую идеологию. То есть, как можно больше жить, а там уже что будет, то будет, а, скорее всего, ничего не будет, а надо все пережить и получить именно в этой жизни. Это чистой воды иудаизм. Тогда действительно не должно быть никаких новых социальных форм. Люди должны уничтожать друг друга. Только самых близких и своих, с помощью которого организуется, так сказать, своя личная жизнь. Это позиция иудаизма. А на самом деле мы должны понимать, что жизнь – это всего лишь один фрагмент, в течение которого человек развивает свой собственный разум для того, чтобы перейти в мир иной, уже, так сказать, подготовленным. А если он занимается здесь только деньгами, то он туда придет ни с чем, ибо там их нет. А человек заниматься должен своим интеллектуальным развитием. Ведь, например, великий математик Абель, который погиб, ну да или в малом возрасте, но он в тот мир пришел с грандиозным багажом, который даже сравнивать нельзя с багажом, каком-то вонючего Рокфеллера или Лермонтов и Пушкин, которые тоже очень рано погибли. Можно ли сравнивать их интеллектуальный потенциал, который потребуется в том мире, с потенциалом наших всех миллиардеров? Даже смешно об этом говорить. Поэтому дело не в продолжительности жизни, а дело в том, как мы ее проводим и на что тратим. Это является самым главным. Естественно, если человек живет больше и в то же время занимается делом, а не просто так, так сказать, ради того, чтобы жить, есть, спать и отправлять свои нужды и больше ничего, тогда это никакой роли не играет для него. Поэтому, собственно, установлены определенные границы жизни человека. И я не думаю, что будут найдены какие-то пути резкого увеличения времени земного бытия. Этого, скорее всего, не будет. Это по нескольким причинам. Во-первых, действительно, ну, например, от температуры тела продолжительность жизни зависит. Если имеющие более высокую температуру крови животные, они живут гораздо меньше. Человек имеет среднюю температуру тела. Он живет столько, ну, в пределах, грубо говоря, 100 лет. Хладнокровные живут гораздо дольше. То есть все это было уже заложено при создании общей схемы развития человека. И если бы завтра, например, жизни удалось увеличить у подавляющего большинства людей до 150-200 лет, то проблемы человечества выросли бы чрезвычайно сильно. Потому что пенсия там 70, нагрузка огромная, подавляющее большинство неработающих. Кроме того, уже предел численности населения для биологических возможностей Земли практически исчерпан. И поэтому есть еще, конечно, некий резерв при переводе промышленности и энергетики в космос и улучшении земных условий. Конечно, некоторое удлинение жизни может произойти. Но я еще раз повторяю, что это не является главным и принципиальным моментом. Люди должны думать, как они живут и ради чего. Ради Царя Небесного, либо ради мамонны. Поэтому это самое главное. И всегда помнить, что есть огромное количество людей, проживших короткую жизнь, но, тем не менее, сделавших чрезвычайно много. А если вам отпущено больше лет, то тоже нельзя, что называется, с какого-то возраста посвящать себя только простейшим процедурам. В любом возрасте, ну вот как наш ведущий, сколько ему лет бы ни было, в каком бы он физическом состоянии не пребывал, для него все равно самое главное будет дело. Это рисовать, лечить народ и просвещать народ. И это является действительно главным. Спасибо, Игорь Николаевич. Я просто восхищен, как вы четко формулируете мысль. Я сегодня очень удивлен, что вы про температуру хладнокровных, человеческую температуру, и у тех, у которых температура выше, что они живут меньше. Я, врач, как бы должен знать и психологию, и геологию. Но вот на это как-то не обращал внимания. А вы как-то так вот четко сказали об этом. Это очень интересное наблюдение. А может быть, вы также скажете и какой-то пример из теоремы Гёделя. Вот вы очень любите теорему Гёделя, и я ее люблю. Я, например, такие привожу. Когда человек отходит от холста, на котором художник рисует, он видит картину целиком. А когда он внутри картины там рисует, он может потерять картину целостности. Потом отошел у ученого на Мазюков. Для меня теорема Гёделя вот таким образом аналогии может быть высказана. А вы каким образом можете высказать теорему Гёделя? Понимаете, это все о том, как мир устроен. Потому что вот некоторые люди говорят, что мир существовал всегда. Я таким людям задаю очень простой вопрос. Если перед вами мир существовал бесконечно долго, то как вы оказались в данный момент, в этом мире, если перед вами была бесконечность? Следовательно, мир был создан. Значит, он был создан... Это вот когда я пришел, так сказать, вот к ценностям религии, которые подчиняются Царю Небесному. Значит, основной вопрос. Значит, кем был создан этот мир? Оказывается, что вне разума, у меня в книжке от теоремы строго доказано, значит, мир этот создан быть не может. То есть сначала обязательствовал проект. И вот оказывается, что существует несколько методов математики, познания окружающего мира. Это, во-первых, метод статистический, когда мы просто опрашиваем мнение многих, получаем какой-то ответ, и за то мнение, которое набрало подавляющее большинство голосов, этот метод считаем основным. Это то, что делает демократия. Это самый тупой, самый глупый метод. Оправдывать массы. Второй научный метод, он называется методом экспериментальной индукции. Это он заключается в том, что мы устанавливаем где-то какой-то закон, и затем его распространяем на другие области и смотрим до тех пор, пока он работает, мы его применяем. Ну, например, Ньютон установил свой закон, когда ему по голове стукнуло яблоко, а мы его стали применять даже при полетах на Марс. И там все работает. Это вот есть экспериментальная индукция на гораздо более широкие сферы. Есть фундаментальный метод познания, когда мы хотим знать все об этом мире. Это метод аксиоматический. То есть мы выбираем некую систему аксиом и на основании этих аксиом строим свои, проводим все свои построения в этом мире. Так вот, система аксиом математиками и геодолем было доказано, что любая система аксиом является неполной. То есть никогда нельзя доказать, что все истины, которые имеются в аксиоме, являются однозначными истинами. Такого доказательства применить нельзя. То есть аксиом существует огромное количество. И, соответственно, мы можем строить разные миры и проверять их справедливость методом критических экспериментов. То есть строится модель и в некоторых экспериментах это проверяется. Вот в отношении этих фундаментальных аксиом сделано только одно исключение, единственное. это аксиома о треединстве мира, которое вот в христианстве имеется. Потому что оказывается, вот то, что мир создан по проекту высшего разума, можно доказать обратную, обратное утверждение, что вне разума мир создан быть не может. а это означает, что в прямое утверждение, что мир создан разумом, мы обязаны верить. Хотя это математически весьма не строго. То есть обратное утверждение мы строго доказали, а в прямое утверждение мы обязаны верить. И это сделано только вот в отношении одной аксиомы. И вот великие математики 19 века и Гёдер, в частности, как раз посвятили очень много своих трудов именно в этом направлении, чтобы разобраться с основами математики, с основами алгебры, теории множеств и так далее. И вот Гёдер, в частности, я уже говорил, что он был исключительно талантливый человек, но был убит на дуэли, по-моему, чуть ли не в 21 год всего лишь. Под аксиомой следует полагать некую фразу, некую ищенную, взятую на веру, которая не доказуется самой системой, в которой она находится. Да, она не может быть принципиально доказана, любая аксиома. Ну, например, мы берём в качестве аксиомы в математике, что параллельно данной прямой через заданную точку можно провести только одну параллельную данной прямой, ещё одну прямую. Мы этого проверить не можем, потому что мы не можем сбегать в бесконечность. Мы это принимаем на веру и на основании этой аксиомы строим всю математику. А проверить мы можем только в эксперименте, поэтому летают не на коврах, самолётах, а с помощью моторов. Да, вот так вот. Ну да, то есть мы проверить можем значит на основании этой аксиомы о том, что единственная прямую строится вся геометрия, и эту геометрию вы уже проверяете на всех фигурах, что, например, длина круга равна 2PR, длина сторон квадрата равна сумме и так далее, и так далее. Это всё на основании этой аксиомы, которую доказать невозможно. А вот в таком случае у меня вопрос. Сейчас в последнее время, поскольку люди попали в зону неопределённости, они всё чаще и чаще пытаются опереться на какие-то более базовые, какие-то более базовые это религии, поэтому начинают писать и друг другу транслировать идеи, что учёные доказали существование Бога. Разве наука может Бога доказывать? Это же две разные картины мира. Ничего подобного. Мы пришли в период, когда в основе любой науки должна быть истинная религия. Я только сейчас об этом говорил. Потому что фундаментальной аксиомой мироздания является утверждение во имя Отца, Сына и Святого Духа. То есть в основании мира находится разум человека, разум создателя этого мира и источник всего, иррациональное. Вот так на основании, вот так звучит фундаментальная аксиома на современном языке. И вся наука адекватная, имеющая отношение к делу, а не демократическое ковыряние в носу, она должна строиться именно исходя из этого. То есть основной целью социальных наук нужно выяснить, каким образом разум человека достигает потенциала разума создателя этого мира, какие должны быть социальные формы существования, на каких этапах. То есть именно из фундаментальной аксиомы религии возникает фундаментальная наука вся о материальном мире и о формах существования человеческого общества. Собственно, вот это дело я понял, когда серьезно стал этим заниматься и написал свою книгу. Там все это написано. Это просто перевод. Для меня это было совершенно неожиданным тоже, потому что я, сами понимаете, никогда раньше не читал никаких в советское время религиозных книг. А тут я все 90-е годы в больницах лежал после Чернобыля. И тогда разносили Евангелие по больнице. Мы мне принесли, а я как раз все это продумал, начал писать книгу. Я открыл Евангелие и просто обалдел. Там все написано только на другом языке. Несколько. Непривычном для нашего. Вот и все. Поэтому у меня в книжке написано, что наука современная должна стать религиозной, потому что она базируется на принятии фундаментального принципа триединстве. и этот принцип является основой построения этого мира и разума в нем царящего. Позвольте один вопрос такой, очень такой тонкий, щепетильный, потому что здесь каждый может думать по-разному, субъективно. Я читал, что Эйнштейн, когда говорил с кем-либо, когда говорили о Боге, в одном случае Эйнштейн говорил, я не верю в Бога, а в другом говорил, что верю в Бога. И потом выяснялось, оказывается, Эйнштейн имел в виду, что Бог не является личностью, потому что некоторые люди воспринимают вот эти вот законы природы, которые неукоснительно непоколебимы, безусловны, внутри которых происходит взаимодействие элементов, создаются организации процессов и так далее. Вот этим понимают личность, ну вот, допустим, большой-большой человек вот такой вот сидит на облаке, который перстом своим чудеса создает, то есть одушевляет в плане, оживляет в плане своей субъективной картины, как большого, могучего, безусловно, властного человека. Вот так понимают некоторые. А те, кто по уровню личности более повыше находятся, они понимают, как Эйнштейн понимал, не как личность. Вот что вы скажете на эту тему? Ведь много людей, которые думают, что Бог как живая субстанция, сущность, а другие вот именно как законы природы, как это в древней индийской философии. Там много направлений, и там вот Брахман вечно услышал. Извините, пожалуйста, я сейчас просто не могу понять. Откуда я не могу понять, что-то звонит. Вот видите, сказал о Боге, и теперь знак пришел, который меня пальчиком погрозил. Как вы думаете, Бог это личность или это не личность? Или это законы природы, которые мы не можем каждый воспринимать по-своему? Мы этого пока не знаем. Мы знаем, как формируется коллективный разум человека. Это были в основном формы библиотек, сейчас это интернет, а в какой форме это будет дальше, это нам предстоит узнать. В значительной степени это удается узнать каждому человеку, который занимается здесь делом, то есть не является иудеем, потому что самый интересный момент в жизни человека, это вообще говоря, смерть. Именно настоящего человека, который в этой жизни пытается всеми силами заниматься действительно делами в любой форме и отдает им всю свою душу, весь свой разум и все свои силы. Это самое главное. И поэтому в тот момент, когда он умирает и поступает в мир уной, он познает совершенно новую реальность. А в принципе, в рациональном возможно абсолютно все. Абсолютно. То есть и каким образом там все это реализуется и кто каких высот достигает, возможно там не исключено, что возможно возвращение в прошлые времена, в любое время вообще, потому что там все подвластно, там нет метрики. И главное, чтобы человек себя именно к этому моменту готовил. Не к тому, что его там в ящик положат и какое ему там надгробие сделают и как будут плясать вокруг него, а главное, с чем он туда придет в новый мир. вот что, это самое главное. Спасибо, Игорь Николаевич, вот больные уже мне звонят, извините. Игорь Николаевич, необыкновенно интересная у нас сегодня получилась встреча, потому что это не только меня интересует, а множество людей интересует то, о чем вы говорите, потому что каждый человек ищет точку опоры, когда попадает в неопределенность, и как теперь быть. Я думаю, вот так я понимаю ваши слова, что каждый должен заниматься искренне своим делом. Абсолютно точно. Да, вот искренне. не обворовывать других, как начальники и хозяева, а заниматься делом. Открывать свои творческие способности, заниматься любимым делом, и чем больше этих любимых дел, тем больше точек опоры. С тем большим багажом он придет в иной мир, и тем больше возможностей у него будет. А говорил в свое время Чиксен Михаил, что когда человек имеет любимые дела, у него есть смысл жизни, и он живет долго, он имеет смысл жизни, автор теории потока, Чиксен Михаил, посмотрите, почитайте. Так нет, много кто чего говорил, и Пушкина была явно, явно смысл жизни у Абеля было тем его мнение им было отпущено мало, а пришли они туда в иной мир с огромным багажом. До сих пор мы их помним и почитаем и читаем все время. Понятно. Понятно. А вот сегодня такие люди, как Пушкин, в те времена были горячие, и честь, и достоинство, и дуэль, сегодня вроде бы это сегодня он бы дольше прожил, или это неизменяемая константа, которая из века в век, что вот люди, которые сталкиваются и, как говорится, против ветра живут навстречу штормам, все равно они живут недолго, или сегодня мог бы Пушкин жить дольше? Это трудно сказать, у каждого своя судьба, и вопрос просто заключается, понимаете, я еще раз повторю, что в рациональном в принципе возможно все, и если интеллект потенциала достаточно велик, не исключено, что он возвращаться может в этот мир, ну как Христос после распятия воскрес, это же не сказка, это реально. А как человеку понять, чтобы кушать, тоже деньги нужны? Вот как понять? То есть имеется в виду не молиться на эти деньги, а заниматься именно раскрытием творческих своих начальников? Нет, обязательно надо заниматься, то есть если занимаешься делом, ты обязан что-то делать в любых условиях, поэтому я отнюдь не осуждаю людей, которые вынуждены там чем-то торговать, еще что-то. Главное, что они не должны грабить других людей. Вот-вот-вот-вот, продадим нашу картину за миллионы евро и у нас будут деньги поднимать нашу школу, а вам делать свои эксперименты и помогать человечеству сохранить энергетику. Да, это самое главное, увеличивать массив интеллекта, который занимается саморазвитием. Вот это самое главное. Спасибо. Чем больше таких людей, тем быстрее будет прогресс для всех. Спасибо вам, искренне спасибо, будем ждать комментариев, потому что такие вопросы, которые нам задают, я вам их передаю, они в принципе вот это взаимодействие, это и есть сотрудничество, не просто потреблять, а вот именно задавать вопросы, интересоваться, это есть взаимодействие, это есть развитие. Развивать свой интеллект, главное. Только почемочки становятся великие, потому что кто только использует, потребляет, а как Роман Газенко наш говорит, он говорит, кто получает тот, кто излучает, кто излучает. Ну вот это обратная связь, обратная связь. Спасибо, Игорь Николаевич, будем ждать следующей встречи. Спасибо. Когда примерно она может состояться, потому что у нас все с напряжением ждут, когда вы будете с нами на связи, и вот когда примерно может состояться? Да, в любое время, пока что сейчас, я не знаю, положит меня опять в больницу или нет, потому что у меня кроме легких обнаружили еще в пищеводе эти грибок. сейчас лечение будет. Медицины, к сожалению, у нас очень долго лечили, только сейчас это обнаружили. Ну, понятное дело. Потому что профилактика у нас вообще в загоне. Нам надо открывать свои внутренние аптеки. У нас вот в методе ключ, там как раз таки снимая стресс, мы включаем внутренний гормональный баланс, иммунитет. Поэтому надо переходить на здоровый образ жизни. Это вот сейчас потому, что на лекарствах много можно зарабатывать, поэтому фармаиндустрия нам всем навязывает, чтобы мы... Главное социальная форма, потому что надо менять, потому что на реальную работу денег нет, а чтобы этим клоуном, которые наверху сидят по несколько миллионов в день платить, на это деньги есть, тем более, что они их сразу же отправляют за рубеж. Вот это же социальная форма, которая душит дальнейшее развитие человечества и его разума, потому что она заставляет огромное количество людей заниматься дребеденью. И обманывать друг друга. Ну, не обязательно обманывать, но в крайней мере честно работать, в крайней мере обеспечивать себе жизнь. естественно. Вот можно честно работая, честно, честно работая, никого не обманывая, сегодня стать миллионером. Конечно, нельзя. Нет, никогда нельзя. Ну, любого человека, вы спросите, который вас слушает, вот что глупее любого болвана, который наверху сидит, никто же так не согласится с этим. найдете одного, хоть одного человека, который скажет, что он глупее Абрамовича, например. Это же даже смешно обсуждать. Я, когда маленький был, мне казалось, что когда по улице едет маленькая машина, там сидит маленький дядя, а когда едет большая машина, там сидит большой дядя. И мне кажется, что люди в высоких кабинетах самые умные на свете. Где-то казалось, потому что... Я с ними много говорил, это абсолютные болваны, абсолютные. Поэтому и происходят кризисы и войны на планете. Воюют люди, должны понимать простой факт. Простые люди не воюют, им нечего делить. Воюют начальники и хозяева устраиваются воины, чтобы под себя получить максимально большой кусок. А что простому человеку? Я всегда говорю, раньше я по Советскому Союзу ездил без всяких проблем, и были друзья. А сейчас всех разделили, и с Украиной воюем. Это надо до такого вообще? Кто в этом виноват? Только социальное устройство и, следовательно, начальники и хозяева. А простому человеку? у меня масса друзей там было. Зачем мне с ними воевать? Начальники воюют. И в Америке тоже, и в Израиле тоже, и в Италии тоже. в Израиле. Да, и в России. Везде. Везде. Только начальники и хозяева. Простой человек никогда не воюет. Только начальники раскрутят каких-нибудь бандитов, которые там скандалы устроят. А если жизнь нормальная, и бандиты все подавлены ходят и работают. Простой человек имеется ввиду не примитивный человек, а простой человек имеется ввиду не начальствующий человек. Ну, естественно. Обычный человек, который работает. Зачем ему воевать? Это действительно парадокс. Спасибо, Игорь Николаевич. Обнимаю. Очень многие рецепты присоединяются поддержать ваше здоровье. Передавать вам эти рецепты, или вы устали от этих рецептов? От рецептов? Ну, все пишут рецепты, каждый хочет поделиться своим опытом жизни, как поправить здоровье. Кто-то мне пишет, надо садить. Ну, вот я уже говорил, у меня сейчас... Через 10 минут. Я уже говорил, вот у меня сейчас обнаружили еще палочку в пищеводе, в смысле этот, как он называется, грибок в пищеводе. Причем, оказывается, он у меня был еще зафиксирован в 15-м году. И вот сколько я прошел врачей, никто даже не говорил об этом. Хотя в одном из заключений это было написано. И у меня наряду сверху вот это. Я помню на моих глазах вот эта оптимизация всех больниц происходила. Все ходили эти начальники такие гордые, что они оптимизацией занимаются. На самом деле вылущивали сам дух медицины из этих хохотов. Но не будем сейчас об этом. Игорь Николаевич, значит, я вам передаю эти все рецепты, которые мне постоянно... Спасибо, спасибо. Вам спасибо, Игорь Николаевич, обнимаю. Здоровья, здоровья. Мы все за вас болеем. Буду стараться держаться сколько смогу. До встречи. До свидания. До встречи.